В первой лекции магистрского уровня на этой неделе мы будем говорить о диссертациях. Прежде всего разберемся с параметрами качественной диссертации и с требованиями, предъявляемыми сегодня к такому виду работ. Разобраться с этим нам помогут общие теоретические требования к любой серьезной научной квалификационной работе. Возвращаясь к таксономию Бенджамина Блума, о которой мы говорили на бакалаврском уровне, написание хорошей диссертации преследует достижение наивысших целей обучения на когнитивном уровне. То есть исследователь должен продемонстрировать ряд академических умений, прежде всего применение, анализ, синтез и оценку. Уровень применения подразумевает умение употребить полученные знания или фактический материал для практического разрешения конкретной проблемы. На уровне анализа исследователь разделяет целое на части или расчленяет что-то на составляющие. На этом уровне исследователь классифицирует или делит категории, сравнивая и противопоставляя понятия внутри общего знания или выявляя отношения между этими понятиями. И здесь используются следующие термины – проанализировать, разделить на категории, сравнить, противопоставить, растолковать, выделить, подчеркнуть и составить схему. Определение взаимозависимых идей, явлений, состояний и родственных понятий выводит исследователя на уровень анализа. Уровень синтеза позволяет создать что-то новое с помощью комбинации уже имеющегося знания. Используя множественные понятия, полученные при анализе, соискатель объединяет их по-новому. Любая диссертация не пишется с чистого листа. Она построена на проработке множества статей, книг, собственных умозаключений и эмпирических данных, которые были проанализированы и организованы согласно ключевым понятиям. Следовательно, написание диссертации является результатом синтеза. На этом уровне цели исследования можно сформулировать с помощью глаголов «систематизировать», «обобщить», «классифицировать» и тому подобное. Синтез часто считают рискованным уровнем обучения, потому что исследователям приходится сталкиваться со сложными понятиями. Возьмем, например, вопрос развода в Ветхом Завете. Мы знаем, что Бог развод ненавидит, но Он сам велел израильтянам оставить чужеземных жен. В книге Ездры, 10 главе, 10-11 стих. Приблизительно в то же самое время Исфирь получает одобрение за то, что вышла замуж за языческого царя Ксеркса из книги Исфирь 2 главы. И этим спасла иудейский народ от гибели. Исфирь 9. Как один и тот же Бог может стоять за тем и другим? Синтез помогает найти ответ на этот вопрос. Огонь, который согревает, может и разрушать. Способность синтезировать может привести к сильному дисбалансу мышления студентов. Но подобная интеграция необходима для правильного понимания. Индивидуальная библейская истина должна отвечать контексту Писания в целом. Если же она будет фрагментарно разразнена, адекватного понимания не произойдет. Исследователь также должен демонстрировать такой уровень оценки, на котором можно объективно определить ценность материала, согласно конкретным критериям. Здесь субъективизм, выражающийся в личных чувствах или традициях, может быть вреден. На этом уровне используются следующие термины – оценить, опровергнуть, обосновать, подтвердить, определить ценность, взвесить, подтвергнуть критике или исследовать. Качественная диссертация должна содержать в себе новые научно обоснованные и теоретические экспериментальные результаты. Совокупность этих результатов может рассматриваться как вклад в развитие соответствующего научного направления или обеспечивает решение важной прикладной задачи. Диссертация должна продемонстрировать умение соискателя сформулировать тему, цель и задачи исследования, а также четко и критически делать анализ состояния рассматриваемого вопроса на основе изучения литературных источников. Автор работы уровня диссертации должен быть сведущ в методологии – корректно использовать современные методы теоретических и экспериментальных исследований и статистической обработки опытных данных. Выводы и заключения по результатам исследования должны быть логичными, обоснованными. Диссертант должен не только обнаружить и описать новые свойства, но объяснить его, обосновать, как это свойство будет проявляться при взаимодействии с другими объектами. Вот почему важным моментом является четкое определение объекта или объектов и предмета исследования. Ученый должен принять решение, на какую конкретно часть реального мира ему следует направить в свои усилия, чтобы достичь поставленной цели. Какие именно свойства или же взаимодействия при этом ему предстоит изучить. Говоря о диссертации, важно помнить, что рецензент, читающий работу, учитывает культуру изложения, стилистику, использование научной лексики и принятых для научных текстов оборотов. В работе не следует прибегать к просторечиям, а также выражениям, стилистической правильности которых вы не уверены. Уровень подачи научного текста предполагает известную сложность языка, поэтому не стоит злоупотреблять простыми предложениями. Если говорить о целом тексте, то для научной речи характерны целенаправленность и прагматизм. Поэтому следует скрупулезно смотреть на использование эмоциональных языковых моментов. Итак, в рамках этой лекции мы начали рассмотрение параметров качественной диссертации. В следующей части мы продолжим наш разговор.